Не так давно Фагелл встречался с действующим победителем Лиги Чемпионов. И вот теперь пришло время сразиться с победителем Кубка Европейской Конфедерации Волейбола. В новую рингой в рамках пятого тура чемпионата России приехала московская Динамо. Представление команд начинается с поздравления Антона Асташенкова с днем рождения. Центральный блокирующий, как и обещал, восстановился к игре с Динамо и вышел в стартовом составе. Кроме него, Фердинанда Де Джорджи выпустил Критского, Жигадла, Року, Мельника, Бакуна и Соколова. В свою очередь Юрий Чередник пока не может рассчитывать на Барта Шикурека. Поэтому вторым доигровщиком тренер Динамо выпустил Семена Полтавского. А в остальном заявка на матч у Динамо оказалась достаточно предсказуемой. Веришь, Гранкин, Круглов, Щербинин, Кривец и Брагин. Факел нервничает, следствием чего становятся ошибки. Прием не справляется, подача не летит. Уже при счете 13-7 в пользу Динамо Де Джорджи берет свой второй тайм-аут. Лишь в самой концовке партии Факел начинает играть так, как ждут от него болельщики. Спасти сет уже невозможно, 25-14. Но главное удается поднять настроение и включиться в борьбу за каждый конкретный мяч. Во втором сете в составе Факела происходит еще одно возвращение. Вместо Рокки на площадке появляется Андрей Титич. К этому гости оказались не готовы. Факел эпизод за эпизодом начинает доминировать. Динамовцы вынуждены рисковать и зачастую неоправданно. Чередник меняет Полтавского на Маркина. Берет тайм-ауты, но догнать Факел не удается. 25-20 Титич сам принимает и сам же грамотно играет по рукам. Третий сет в целом для Факела складывается неплохо. Вновь удается к середине партии добыть несколько очков преимущества. Оставалось спокойно держать съем и довести дело до необходимого результата. Но при счете 21-19 Гранкина меняет без руков и Динамо начинает догонять. И не просто догонять. Сетбол белый-голубые зарабатывают раньше у рингойцев. Правда и Факел практически выигранную партию просто так отдавать не собирается. Команды при равном счете осторожничают, но играют наверняка. Однако кто-то в этом сете все-таки должен был победить. И, к сожалению, гости свой шанс не упустили. 30-28 в пользу москвичей. Надо было третью партию, которую вели и играли успешно. Надо было ее спокойно заканчивать в свою пользу и игра сложилась по-другому. Поэтому это там ключевая ошибка была наша в той партии. А уже конец, четвертая и пятая партия – это уже следствие. В перерыве игроки Факела делают правильные выводы из своих неточностей. Четвертый сет команды «Де Джорджи» проводит увереннее. Правда, после первого технического перерыва, на который команды отправились при счете в 8-4 в пользу хозяев, пришлось менять именинника. Алексей Сычев, вышедший вместо Антона Асташенкова, усилил потенциал Факела в нападении, что опять же несколько смутило динамовцев. 25-17 Константин Бакун отправляет команды играть короткую партию. В нынешнем чемпионате Факел уже дважды играл тайбрейке с «Искрой» и «Зенитом». Оба разоборолся, но проиграл. Поэтому, начав пятую партию со счета 4-1, подумалось, что именно в этом матче у рингойцы наконец-то возьмут два очка, а не одно. К сожалению, и здесь дотерпеть не удалось. Уже совсем скоро Маркину на подачи помогает «Рос», и «Динамо» выходит вперед 12-11. Критский отвечает первым темпом, но затем Полтавский скидывает нам в центр площадки. Матч-бол «Динамо» зарабатывает благодаря неточности в нападении Бакуна, а реализуют его динамовцы убедительной атакой Круглова. 15-12 Факел вновь уступает на тайбрейке, казалось бы, заведомо более сильному сопернику. Но опять же, после игры есть ощущение, что для победы не хватило совсем чуть-чуть. Мы недовольны все результатом, и не то, что взяли очко с «Динамо», но какими молодцы, вроде они там серебряные призеры будут играть наверху. Нет, абсолютно, чтобы туда залезать, надо недовольствоваться малым. Тем более, что мало это у нас в руках в каждой игре абсолютно. Эти очки мы сами отдаем всем соперникам, к сожалению. Это все. Когда это мы переломим, то будем еще сильнее, будет еще больше очков в копилке. И на нас будет настраиваться гораздо, наверное, сильнее. На послематчевой пресс-конференции присутствовали главные тренеры команд. Юрий Чередник остался доволен результатом, но отметил, что это «Динамо» еще далеко от своих идеальных кондиций. Все это нарабатывается в тренировочном процессе. Только здесь можно достичь вот этого вот, скажем, я люблю говорить, сравнивать игру с бриллиантом. Когда бриллиант четко отточен, каждая его грань, да, гранен, он является с собой настоящей ценностью. В команде, наверное, то же самое. И вот это достигается именно работой. Если на каждой тренировке отсутствуют 2-3 игрока, приходится брать игроков со второй команды, приходится давать отдых игрокам, которые еще не успели восстановиться, чтобы как-то не навредить еще больше, чем есть. Это накладывает свои определенные проблемы. Фердинанд Эдель Джорджи считает, что результат, в принципе, неплохой. Но эту игру Факелу было по силам выиграть. По-прежнему не решен ряд проблем, которые тянутся с самого начала сезона. По словам итальянца, он верит в своих игроков и надеется, что в ближайших матчах Факел уже будет покаживать хороший волейбол от начала и до конца игры, без провальных отрезков и вынужденных замен. В целом же Факел пока не проиграл ни одного матча, чтобы не набрать в нем очки. Три поражения, но все на тайбрейке. Это говорит только о том, что просто так мы никому ничего не отдадим. Значит, есть желание, а это уже половина из необходимых слагаемых. Следующий матч Факел проведет на выезде против Кемеровского Кузбасса. Эта игра состоится 4 ноября.